Если кто-нибудь из вас в детстве, в среднем возрасте, или вот сейчас смотрел картину «Очень черный», то в ней играет собака. Это петербургская дворняга, хвост Бублика, дворняжный помойный ленинградский тогда еще пес. Снимался Яша в Петербурге, в этот самый помоечный Яша, потом в Костроме, потом в Риме. И остался Яша жить в Риме у нашей продюсерши Сильвида Мико и живет теперь там, в шикарном римском районе по ИЗЛО. Нет, не все, это только начало истории, это только начало истории Яши. У них квартира двухэтажная, в Риме это бывает, огромная. На первом этаже живет Сузо Чеки Дамико, сценаристка, которая написала весь итальянский неореализм, начиная от похитилия велосипедов и потом с его Висконти. На втором живет ее дочь Сильвия. Аккуратно накануне этой картине скончался пес, который жил у них в доме долгие годы, и Сузо сказала басом, как она всегда говорит, что больше собак в доме не будет. А все, что говорит Сузо, это раз и навсегда. И когда появился Яша, она его не видела в упор. Яша, ленинградская дворняга, сразу понял, как только он входил в переднюю, сразу чесал на второй этаж. И там жил. Жизнь была скучной, потому что основная жизнь была внизу, потому что внизу салон, рояль, гости. А Яша сидел там, никого не трогал. Его мыли шампунями, Яша похорошел, побелел. Когда мы приезжали, он реагировал на русскую речь, он к нам кидался, облизывался, садился на колени. Потом время шло, я уезжал, приезжал, потом Силья мне рассказала, что произошла странная история. Вдруг Яша кинулся через дорогу, его сбило в машину. И Яшу поднесли домой. У него была сломана лапа. И Яша пищу принимал почему-то только из рук Сузо. Вот этой бабушки, которая терпеть не могла. Она же не мала, не подойти к больной собаке. Почему-то вот... И когда я приехал через месяц, Яша уже лежал у нее на диване. Снова воспринял свою бывшую хозяйку. Но Сузо уже был очарован. И самое было замечательное, как менялось его отношение ко мне. Сначала это все было вот так... Он встречал меня вот так. Потом уже так... Что-то знакомое. А, да, что-то по-русски, как это, да, вспоминают. Потом вроде не признавал меня вообще. И был один замечательный... Вот такая была... Вот, Лёва, не вру, точка была в этой истории. Когда я приходил в салоне, все, Яша там бегал. Холеный, без белой шкуры, хвост трубой, шампунем пахнет. Чтобы я так жил. И такой вот, Яша, все, начинал... Он так скользь меня так касался, когда ему что-то, яшенька, так, он так... Ну, да. Ну, так, это все время был в стороне. И когда я уходил, в передние никого не было, потому что они убежали отнести мне сценарий, который должны были дать. И вдруг подошел ко мне Яша, никого не было, ткнулся мне в колени. Такой, никого нет. Старик, ты же понимаешь.